МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Апошня подзей в области у материалах корреспондента у Талерадоокомпании Гомель, у студии праце Натальи Игнатенко, витаю вас, глядите у гэтым выпуску. На Гомельщине протягивают работу наглядальные комиссии. Сегодня в медицинском университете пройшло размеркование выпускников. С 20-го сакавика в регионе уводится сезонная заборона на лоулю у сих видов рыбы. Сегодня в Гомельском державном театре «Лялик» отбудется премьера спектакля Польского театра «Бюро подорожжау». И больше подробно об этом не только. На Гомельщине протягивают работу наглядальные комиссии. Головная задача – контроль ситуации у домоуладанных, наибольшь необороненных категорий насельства и оказание им допомоги. У рейд по Добружским районе сегодня накировался наш корреспондент Алексин Серову. Жигунский сельский совет Добружского района. 10 годин ранится перед початком работы наглядальной комиссии информация об ситуации на территории и план на этот день. Необходно наведать 15 домоуладанных, у которых проживают одинокие состарелые и семьи с детьми. У составе наглядальных комиссий разом с представниками органов улады, сопротивники милиции, работники социальной службы, энергетики, газовики, вратовальники, что дозволяет анализовать ситуацию не только по каждому конкретному выпадку, а и принимать адекватные меры, головная мета, безопасность граждан. У одинокой пенсионерки газовая плита выбросила термин эксплуатации. Дальнейшее выкористание такого обслуживания может уявлять реальную погрозу. Нам в управлении ситуации дается три месяца. Я не запрещаю, я даю предписание на ее замену на данный момент. Отключить пищеприготовление мы не имеем права по закону. Еще одна категория, которая на контроле наглядальных комиссий, семьи с детьми. У Людмилы Лявковой четверо детей. Никаких проблем тут не иснует, але нагадать о правилах беспечных поводинов я еще раз не перешкодить. У Вогули наглядальная комиссия на Огомщине працует уже не первый год, а тому основную колькость питаньев, які были актуальны ранее, отрималася вырешить. Тепер, подчас наведывання Дома уладаньев, члены комиссии особливо подкресливают. Яны пришли не только для контролю, але я перш за все выслухать зауваги и при необходности оказать допомогу. Одна з наибольших распосюдженных зауваг наглядальных комиссий – отсутность у жилых покоях автономных пожарных оповещанников. Не только пик тут у Вогули николе не было, але при час ремонту оповещанники, звичайно, вздымаются и потом на место уже не вертаются. Захование правил пожарной безпеки сегодня у Вогули набывая особливую актуальность. Весной вязковцы, як до речи шматаки, дачники починають спаливание сметей и сухих рослин, что може привести до пожара. В Добрском районе такие выпадки у попередних годы были. Основные условия для сжигания мусора – это нахождение кострища, это 15 метров от строения, это устройство минерализованной полосы вокруг кострища, это нахождение первичных средств пожаротушения, ну и необходимо самому контролировать сжигание. Три года назад пострадало несколько строений деревня Дубровка, сгорел дом, две соседские постройки, бабушка сжигала мусор. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадио компания «Угомель» с Добрского района. Сегодня у Гомельским Державным Медицинским Университете отбылось размиркование выпускников. Все лето в учебу завершают 580 студентов, 430 человек с лечебного факультета и 150 – с медико-диагностичного. Комиссия принимала решение с уликами их в учебной поспеховости, уделы у наукового доследствия деятельности, семейного становища и места жихарства. Уличывались и особистые пожадания. Выбор на прамку профессийной деятельности, будучи хурачов, означается пероликом медицинских специальностей интернатуры, затвердженным Министерством Аховы Здоровья. В этом году половы выпускников накированы в больнице и поликлинике Гомельщины. Не глядя на иснуючий недохоб медицинских кадров в Украине, повеличение набора студентов в наступном году не плануется. Молодые специалисты застаются в Украине, и отток кадров за межу в медицинской сферы невысокий, в сравнении с иншими галинами. Все выпускники медицинских вузов, в частности нашего, они обеспечены всегда первым местом работы. Поэтому тревоги у выпускников о том, найдут они себе место в жизни или не найдут, у нас нет. В принципе, мы никогда на распределении не встречаем каких-то возражений по тем местам, которые предлагаются для работы. О чем радует? Это говорит о том, что хорошая воспитательная работа, у нас хорошие дети. Сегодняшний выпуск программы «Добрый вечер, Гомель» присвечен планам и досягнением областного центра в разных сферах, каким увидеть Гомель и его жихары в ближайший час, где черпают новые идеи о зеленителе, и какие планы по доброму парадкованию у супрационника у Гомельского палацово-паркового ансамбля. Гости программы расскажут и про свои досягнение у культуры и спорта. Глядите программу «Добрый вечер, Гомель» сёння у 21.35 хвилин на телеканале «Беларусь-4». С 20-го соковика у Гомельской и Брестской областях уводится сезонная заборона на лолю усих видов рыбы. Вясновая заборона на рыбалку у Беларуси уводится поэтапно. Первая успея – паудневые регионы. У нас термин «День незабороны» с 20-го соковика по 18 мая. У Минской, Могилевской и Гродинской областях с 1-го красовика по 30 мая. А у Витебской – с 10-го красовика по 8-го червеня. Выключение, як звычайно, складая аматорское рыбаловство одной водой, тиспиннингом за одним крючком у светлый час суток с берага. Артысты с Вологды представили свою новую программу под назвой «Мама, я ажанюся». Гурт «Сборная Союза» вядомы у России и за ее межами. Восьмого марта, мужики, надевайте пиджаки, неженатые, простите, у вас любленные руки. Свою творчость слухачам я не дорось больше, як 20 ходов. Репертуар наличивает свыше трехсот композиций, среди яких лиричная и патриотичная песня. С концертным туром у Беларуси артысты у першиню. Тому со сцены прогучали не только новое, а лей проверанное часом хиты. По словах артыста, у мужчинских коллектив успевая про жанчин и для жанчин. Позитивный настрой и харизма у дельников сборной Союза не покинули обыяковыми слухачоу. В наступном году коллектив обещает вернуться в Гомель с новой программой. Название «Красивая мама». Я женюсь чисто мужское. Молодой человек увидел женщину, она его победила сразу взглядом. И он пришел к маме и говорит, мама, все, зрители, именно… Как нас принимают. Да, как нас принимают. Это просто, эх, вот так вот. Первый раз, но как? Это же надо заслужить, наверное, думаю, что с первой песни они понимают, кто на сцене, и уже отдают все свое. Артистам, а мы, конечно же, им взаимно. Сегодня у Гомельским Державным Театра «Лялик» отбудется премьера спектакля «Вось такое життё». С неординарной постановкой, якая включает в себе жесты, визуальный перформанс, музыку, гомельчан познайомятся артисты вядомого польского театра «Бюро подорожау». За два десяти годзи творчих пошуков у этого коллектива сформировался свой уластный почерк и уникальный стиль работы над пьесами. География выступлений у театра наличивает 46 краин света. У Гомельским Державным Театра «Лялик» премьера спектакля «Вось такое життё» отбудется сёння у 19.01, а завтра у 11.01 усе жадают, что смогут принять удел у майстер-классе, организованным талиновитыми польскими артистами. У картинной галереи Гаурейла Вашченке открылась выстава «Святые лики православия. Знаки часу». У экспозиции представлено 45 икон Полесского и Поднепровского регионов 19-20-го стагодзев и 8 работ Речицкого мастака Александра Исачева. Иконографическое мастатство у такими адлюстрованни формировалось как хатняя семейная икона. Её дарили новонародженному, ёй благоставляли на шлюб. Простота и пригожость – галонные мастатские категории, якими корыстались ауторы при створении икон. Эти образа мы можем увидеть тех людей прошлых веков. Одным из наибольшь пригожих и поважанных заявляются в образ Божией Мати Троеручицы, Миколая Цудотворцы, Архангела Михаила и Святой Параскевы. До того же работах представлены и фольклорные мотивы. Выстава протягнется до 16-го красавика православного свята Великодня. Народная икона – это феномен белорусской народной культуры. Дело в том, что работы писались не по каноническим законам, а так, как видел мастер. И самое интересное, что мастера народной иконописи не имели специального образования. В них их душа, их видение, их быт, их жизнь. На наступным тыйдня гамильчане смогут поклониться от Судотворной иконе Божией Мати Худка-Паслушница. Гэтый образ захавался до наших дён в добром стане, хоть ему уже больше, как 100 годов. Написанный и освеченный он был на горе Афон. Для поклонения святыня будет доступна с 24-го соковика по 10-го красавика. В Гомельском храме иконы Божией Мати Худка-Паслушница. Гэтэ, а так сама иншая новинка, вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomil.by. Далее у эфиры «Спортивный огляд» с новинами спорта у вас познаемец мой коллега Максим Савин.